Дольщики недостроенного дома из политехнической улицы продолжают бороться за свои квадратные метры. Напомню, фонд жилищного строительства, который является застройщиком, заморозил в Саратове три стройки. В Министерстве ЖКХ прошло собрание жителей, на котором обсудили возможные варианты введения домов в эксплуатацию. Достроят или нет, выяснял наш корреспондент. Они все еще надеются, что когда-нибудь здесь будет не котлован, а их долгожданный дом. Окончание строительства дольщики ждут уже несколько лет. Говорят, их все время кормили завтраками. Обещали, дом вот-вот будет сдан. Мне обещали, что в 2010 году я заселюсь в свою собственную квартиру. Даже если не заселюсь, но она будет моя, она будет сдана, и проблем никаких не должно быть. В 2007 году я узнаю, что у них там что-то меняется. У меня сначала квартира располагалась вот в этой боксекции. Но сегодня застройщик готов объявить себя банкротом. Проблему обсуждают на собрании в Министерстве строительства. Дольщики настроены серьезно. За свои квадратные метры будут бороться до последнего. Обзавестись грамотной юридической поддержкой – это первое. Второе – мы планируем сотрудничать со всеми и с фондом, и с Кровяковым, и с правительством Саратовской области и так далее. Будем писать письма в различные органы. Мы будем и привлекать внимание к проблеме, и мы будем ее, согласно нашим представлениям, ее решать. Им предлагают несколько вариантов. Самые оптимальные, говорят чиновники, дать возможность застройщику достроить три замороженных дома поочередно. Дольщики с политехнической против. Их дом окажется последним в этом списке. Люди не уверены, что в таком случае вообще когда-нибудь въедут в собственное жилье. Еще один вариант – заключить мировое соглашение. Для чего необходимо было мировое соглашение? Для того, чтобы получить необходимую финансовую поддержку банков и закончить строительство. Поэтому нужны переговоры с дольщиками, разъяснять им ситуацию, что без этого условия, без мирового соглашения тяжело будет выйти и закончить строительство жилого дома. Такой вариант их тоже не устраивает, ведь чтобы достроить дом, придется снова вкладывать свои деньги. Требование дольщиков к застройщику – вернуть им все средства. Либо закончить работу и строить их дом одновременно с двумя остальными. Станислав Жижин, Елена Губенкова, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.